Я еще раз процитирую и для вас, в том числе и для наших зрителей, которые только подключились, что в посте Алексей описывает, что там конвой с автоматами и овчарками, а прогулочный двор просто соседняя камера. Вообще, не могли бы вы вот такое описание дать, насколько сильно отличается эта тюрьма от других, про которых мы тоже уже знаем и наслышаны? Ну, все тюрьмы похожи друг на друга и отличаются тоже очень сильно, как, собственно, несчастные семьи. Давайте начнем с того, что у Алексея все-таки будут другие условия отбывания наказания, нежели у большинства обитателей ИК-3, зоны особого режима. Потому что все-таки особый режим, он тоже подразделяется на три способа отбывания. Значит, когда попадает Алексей в колонию, вот он только что попал, он попадает на карантин. После карантина человек осужденный распределяется либо в обычный особый режим, либо в особый режим с облегченными условиями. Обычно это бывает спустя какое-то время, когда человек докажет, как он замечательно справляется, сотрудничает с администрацией, что-нибудь там еще. Или в условия, собственно, особого режима, при этом строгие условия. Алексей сразу попал в строгие условия. Почему? Потому что он привез с собой из ИК-6 прописанную там ему единое помещение камерного типа, ЕПКТ. Собственно, там он и сидит. Это одиночная камера, действительно, с прогулочным двориком, где он может полтора часа гулять в полном одиночестве. Это действительно очень небольшое помещение, точно такая же камера, только без крыши. Ну, какой-то свежий воздух и маленький кусочек неба над головой, естественно, темного неба, потому что полярная ночь. И небольшая камера метров пять, она очень мало чем отличается от той камеры, которую многие из нас видели, которую сделала ФБК вместе с Олегом Навальным, и который, собственно, макет этой камеры ездил по странам и европейским столицам, и многие из нас видели. Единственное, что там невозможно передать в этом макете абсолютно, то, что, мне кажется, главная характеристика тюрьмы – это запах. Запах тюрьмы, совершенно чудовищный запах, въевшийся в стены. Это запах грязи, нечистого тела, запах болезни, запах вот такой вот непередаваемый, абсолютно тюремный запах, который сразу же въедается во всё, в кожу, в вещи, в одежду, от которого совершенно невозможно никак избавиться. Но, надо сказать, из хороших новостей, из неногих хороших новостей, то, что, в конце концов, вот в течение дня сегодня разобрались, как писать Алексею письма. Значит, это очень важная информация. Смотрите, ИК-3 подключена к системе «Зона Телеком», но подключена довольно своеобразно. То есть, можно написать письмо Алексею через «Зону Телеком», но ответ можно получить только бумажный. Ну, вот такая система. Значит, чтобы написать письмо в «Зону Телеком», нужно это оплатить с российской карточки, обязательно указать себя, тут иначе не получится. Соответственно, написать письмо, оплатить его, и, если это необходимо, оплатить ответ. Ответ придёт в письменном виде, то есть вам надо оплатить конверт, бланк и марку. И указать российский адрес, куда придёт это письмо. Если у вас есть русская карточка, но вы не хотели бы указывать свой адрес, ну, укажите адрес, ну, любой приличный, который вы считаете, общественной организацией, ну, хотя бы Русь сидящая. Там, Москва, Новоспанский переулок, 115-172, дом 2, корпус 2. Ну, пожалуйста. Мы получим, например, ответ и опубликуем его, если вы этого хотите. Ну, и любая другая организация, которой вы доверяете. Вот это важная информация. И ещё никто не отменял такого способа общения с заключёнными, как телеграмма. Дорогой Алексей, поздравляю тебя сердечно с Новым годом. Это нормально. Это нормально. И Алексею, мне кажется, будет приятно. А если он телеграмму не получит, например, то их все получат начальник зоны и поймёт, какое их количество. А, Ольга, не могли бы вы там, может быть, описать, с какими заключёнными Алексей будет пересекаться и будет ли вообще в таком режиме? Ну, тех заключённых, которых я знаю и знала из ИК-3, я бы сказала так, что все они были более чем комфортные люди. Так устроено российское правосудие. В этой зоне сидел Платон Лебедев. Да, это было довольно давно, это было в 2005 году, это было очень давно. В этой зоне был Олег Сенцов, украинский режиссёр. В этой зоне было несколько подопечных наших. Один из них сейчас работает юристом в сфере ЖКХ в Москве. Но в основном, конечно, там контингент, который совершил такие тяжёлые, особо тяжёлые преступления. Я напомню, что и преступление Платона Лебедева и Олега Сенцова расценилось как ужасно тяжёлые. И это сроки больше 20 лет обычно. Ну вот, собственно, вот эти сроки. В основном живут заключённые в бараках. Но я думаю, что для Алексея будет сделано исключение. И его как можно дольше не будут держать в бараке. Но он, собственно, и перемещался, судя по всему, по этапу в полном одиночестве. Но вот смотрите, несмотря на то, что у него была максимальная изоляция, Алексея видели и, собственно, сообщали нам, по крайней мере, в трёх местах. И вот эти три места содержатся в упоминаниях его. Он писал, что его отправили в Москву. Его видели в Москве, если я не ошибаюсь, в ночь с 10 на 11 декабря. Он был во Владимире. И, собственно, об этом тоже сообщили. И его видели в Челябинске в сезон номер три. И Челябинск тоже в одном из точек маршрута Алексея упоминается. Он сам его упоминает. Ну, то есть далеко не весь, конечно, маршрут, но кое-что, тем не менее, полностью совпало. Так что, на самом деле, мы будем всегда ждать обратной связи от родственников заключённых, которые посещают ИК-3, что-то знают, что-то видят. От других адвокатов, которые посещают ИК-3. Конечно, от сотрудников, естественно, сохраняя полную анонимность. И там сейчас в этой зоне сидит 1020 человек. Ну, умножственный коэффициент родственников, умножственный коэффициент адвокатов и на сотрудников. Ну, и будем надеяться, что будем получать какие-то весточки от Алексея довольно регулярно. Ну, Ольга, наверное, последний вопрос, если нетрудно, попрошу вас коротко ответить. Насколько часто оттуда, из этой ИК, поступает информация о пытках? Вы знаете, поступает довольно часто именно о жестоком обращении. И что характерно, прокуратура довольно много раз, прокуратура по надзору за соблюдением прав человека в местах лишения свободы, совершенно умерший орган, не работающий, тем не менее, много раз выносила представление по поводу несоблюдения условий нарушения прав человека. То есть, вплоть до такого, то есть, если уж прокуратуре не нравится то, что происходит в этой зоне, то, значит, действительно, да. Нам рассказывал последний, вот наш подопечный, который освободился оттуда в 2018 году, что на построение нельзя шевелиться. Два раза в день построение, это утром и вечером, и если кто-нибудь шевелится, то все построение, весь барак поливают с бронзбойной водой. И это было довольно часто. Как вы понимаете, зимой, да и летом, когда мошка, гнус, это все, конечно, крайне неприятно, и явные условия такие, что одежду высушить довольно тяжело. Это очень удаленная колония с тяжелым климатом, но единственное, что я хочу сказать, я очень надеюсь, что хуже, чем ВК-6, а ВК-6 это была какая-то жесть, какая-то абсолютно особая жестокость и очень особый подход к Алексею. Мне кажется, хуже, чем ВК-6, сделать будет очень тяжело.